Славься, славься ты, Русь моя! Славься ты, Русская наша земля! Забудет победить веков всегда! Любимая наша родная страна! Дорогие мои соотечественники, общая история делает нас единым народом, единой нацией, близкими и родными людьми. Вот почему всегда были и будут желающие переписать эту историю, улучшить ее или наоборот оболгать. Я перехожу очень коротко к тезису о конспирологии. Это тема, которой я занимался и сделал 4 публикации. Это не конспирация. Мы не прячемся и не сидим на тайных квартирах. Это наука о тайных механизмах управления миром, о так называемых латентных структурах. Но профессиональный историк должен знать, что история не только искажается, но и она управляется. Если ее умалчивают, то зачем? Если звезды не зажигаются, то это значит, кому-нибудь нужно. Если книги не издаются, то это значит, кому-нибудь нужно. Если русские архивы находятся в Германии и США, то это кому-нибудь нужно. Если масонские архивы уезжают за рубеж, то это кому-нибудь нужно. И когда мы видим вот эти лживые теории, интерпретации, умалчивания, списки запрещенных книг, то люди начинают искать закономерности. Знаете, кому это нужно? Кто в этом заинтересован? Например, я воспитывался в советское время, которое имело очень много положительных сторон, и об этом мы тоже будем говорить на целой лекции. Но я помню хорошо, и на уроках социологии, общество ведение называлось, нам всех учили, что вот-вот скоро наступит коммунизм. Кругом висели плакаты и так далее. Но общество одновременно развивалось в предположном направлении. На лекциях, значит, учили в институте научному, атеизм. Учебник у меня сохранился до сих пор. Говорили, что Бога нет. Как говорил отец Дмитрий Дудкович, кого нет? А миллионы людей ходили в церковь. Ходили в церковь. Сейчас нас убеждают, что жизнь становится все лучше и лучше, но факты упрямо свидетельствуют о том, что русское население, русское, я подчеркиваю, а не российское, вымирает. И главное, о качестве они даже не говорят, деградирует. Как в количественном, так и в качественном отношении. В результате коммунистической революции, гражданской войны, затем ГУЛАГа, в тюрьмах погибли десятки миллионов людей. Я сейчас описал очерк о гражданской войне, я не мог, я бросил, я не могу читать вот эти, про эти лагеря, что там было. В 37-м и так далее. Полтора миллиона человек, два с половиной миллиона человек в год. А расстреливали тут это кладбище, были 300 человек в день расстреливали. 500 уже не успевают хранить, уже поверх кладут, даже землей не успевали засыпать. И это все было, и это было от имени, идеологии. Сначала были жертвам революции. Вот кому это надо? Что это, само собой люди шли на кладбище? Или кто-то в этом виноват? Кто виноват? Куи продаст? Кому это выгодно? Очень страшный вопрос. Потому что сразу находят козла отпущения. Я хотел сегодня раскрыть эту тему, потому что решил, не буду. Я специально об этом расскажу на лекции о советском революции. Потому что теория заговоров рассматривает все субъекты заговора, а не только один народ или одну идеологию. Потому что с одной точки зрения коммунисты виноваты, а с другой наоборот. Монарх был плохой, аристократия, немцев надо бить. Убей немца, сказал писатель. Эренбург, страшная статья. Так что немцы... А Сталин его поправил. Нет, товарищ Эренбург, не убей немца. Немцы, рабочие, да, пролетарии немецкой, германской коммунистикой, там, социалистской партии, это наши товарищи. А вот гитлеризм враг, также и ищут виноватых русские среди жидов, украинцы среди москалей и так далее. Ответ на кто виноват, это очень сложный вопрос. Вот. Я думаю, что этот вопрос многих привлечет. И, конечно, когда будут семинары по этим темам, здесь тоже будет, наверное, полный зал. Но я буду строго научно рассказывать. Кстати, у меня есть публикация, кто стоит за кулисами мировой войны. И вот наберите эту фразу, сразу прочитайте мою работу. Кто стоит за кулисами мировой войны? В ответ на сложные вопросы, касающиеся причин войны, революции, тайных механизмов власти, а также авторов разрушительных идеологий, возникло несколько теорий заговоров. Я почуваю, теорий заговоров, которые постепенно сформировались в конспирологические школы. Вот это и есть тема, которую мы обязательно не только изучим, но и будем использовать. Важный вопрос. Место России в мире. Мы знаем, прекрасно понимаем, что страна наша находится в центре Евразии континента. С одной стороны, с запада Европа. Там Китай. Там Ледовитый океан, Северный польс. Там у нас Солженица неудачно вырезался насчет подбрущья. Это юг. Там и Крым у нас. Там у нас и Средняя Азия очень интересная. Там и Индия. И вот наш двуглавый орел распростел свои крылья и смотрит вправо и влево. Это древний, знаете, символ имперский. Но никакой символ не выразит той сложности многополярной политики нашего государства, которая не сводится ни к конспирологии, ни к евразейству, ни к славянофильству. И этот многополярный мир – это сложный вопрос, который не имеет легких ответов. Россия и Европа, Россия и Славянство, Россия и Азия, Россия и США – это лишь некоторые направления наших дел в стране. Наконец, какова миссия России? Есть ли у нас с вами великая цель и ведущая идея, которую мы должны не только понять, но защищать и нести в окружающий мир? Есть ли эта идея? Конечно, есть. Только формулируют ее по-разному. Одни призывают к всемирной отзывчивости, другие – к закону и справедливости, третьи – к державности или к лидерству, как я, например. Коротко и наиболее выразительно русскую идею можно отражать понятие «соборность». Как ее понимать, это тоже тема целого исследования нашего семинара. Если под русским миром мы не будем подразумевать только совокупность идей, литературных источников, произведений искусства, ни культуру вообще и даже не цивилизацию в узком значении этого слова, а сумму реальности или пространств личных, сверхличных, безличных миров, если мы будем иметь в каждом конкретном месте, измерять его в каждый конкретный период времени, и каждый раз конкретно будем иметь измерения, которые в целом, в развитии, как раз и объединяются вокруг этой движущейся исторической оси, которую мы называем «судьбой России», вот тогда мы сможем избежать примитивных ответов на сложные вопросы современности. Сложные определения, я понимаю, но я против простых ответов на сложные вопросы. Я думаю, что люди сейчас достаточно образованы, чтобы и сложные вещи понять. Конечно, всем нам хочется овладеть священными знаниями, узнать побыстрее тайны политиков, идеологов, заглянуть в будущее, овладеть новыми методологиями. Хотя самые засекреченные это как раз методологии, ноу-хау, то, что высоко ценится, интеллект, прорыв. Но рамки моего курса, к сожалению, не дают возможность не сейчас, и даже, наверное, на каждой лекции раскрыть все эти методологии. Поэтому я в заключение первой моей вводной лекции хотел бы выразить несколько пожеланий и напутствия. Уважаемые соотечественники, я хотел бы, и думаю, это наше общее пожелание, что пусть останутся в прошлом, останется в прошлом этот позорный миф о русских, о пьяницах, разгильдяях, фантазерах, нигилистах. Нам нужно новое поколение героев, первопроходцев, открывателей, чей лозунг «Русский не курит, русский не пьет, русский здоровье и честь бережет». И я имею в виду здесь не только личную честь, но и честь своей Родины, своей семьи, своего Отечества. Только тогда родятся новые Туполевы, Королевы, Гагарины. Только тогда наша Россия выпрямится во весь рост и заявит о себе, как великая держава, достойное уважения. Одна из наших главных целей, вообще нашего курса, это приобщение к родному миру, обретение ключей в свой собственный родной дом. и освоение наследия предков, стремление к воспитанию родовой аристократии, для которой Россия не территория для временного проживания, и не средство для обогащения, а любезное сердцу Отечества, оберегать которое, почетная обязанность и ответственность. Часто в последние годы цитируют, цитируют, приводят строки нашего великого, замечательного поэта Фёдора Ивановича Тютчева. Я бы дополнил мысль классика такими словами. Давно пора умом понять Россию, разумом измерить, её пленительной стать. Но в победу надо верить! Дорогие мои, я не могу вас заставить любить Родину, изучать её или познавать, однако я имею право сделать то, что мне самому по силам, и тем самым подать пример другим. И если я сделаю какие-то ошибки, вы меня исправите. И если кто-то из вас или из других специалистов в конце концов сделает аналогичный курс по качеству и по объёму лучше меня, я буду счастлив.